Это программа День с Толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте, смотрите в этом выпуске. Пока не ушел в отставку, что известно о возможном задержании вице-губернатора Алтайского края Ивана Кипардина. Темпы роста цен на жилье в Барнауле сравнялись с набережными Челнами и Сочи. Почему в краевой столице цены на квартиры растут как на дрожжах? В парке имени Ленина начали вырубать аварийные деревья. Почему местные жители забили тревогу? В Москве задержали вице-губернатора Алтайского края Ивана Кипардина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные источники. Такая информация появилась в СМИ еще сутки назад, но на данный момент каких-либо подробностей до сих пор нет. Также источники агентства сообщают о том, что накануне в краевом правительстве проходили обыски, но по какой причине тоже неизвестно. Тем временем разные источники считают, что Кипардина могли задержать по подозрению в мошенничестве при получении крупной суммы денег. Инсайдерами озвучивается даже сумма – 18 миллионов рублей. Коллеги из нашего медиахолдинга выяснили, что в правительстве края официальной информации о задержании Кипардина не поступало. Об этом заявил зампредправительства региона Денис Губин. По данным Губина, на данный момент Кипардина не отстранили от должности. Уровень воды в Аби и Катуни приближается к критическим отметкам. В горных районах реки могут выйти из берегов в ближайшие сутки и подтопить прибрежные населенные пункты. Об этом предупреждает краевой МЧС. Со ссылкой на данные синоптиков они сообщают, что в период с 18 по 20 мая до опасных отметок и выше может подняться Катуни у села Сростки. Есть угроза подтопления сел Сростки и Поливодка. А также с 19 по 21 мая будет расти уровень Аби в районе села Усть-Черышская Пристань. Здесь также возможны подтопления. В экстренных ситуациях необходимо звонить по телефону 112. К другим темам. По темпам роста цен на жилье Барнаул сравнялся с набережными Челнами и Сочи. Об этом заявляют эксперты сферы. Несмотря на обвал рынка недвижимости в этом году, изменений динамики специалисты не ждут. Причем даже после отмены льготной ипотеки. Программа по ней завершится уже в июле. О последних тенденциях рынка недвижимости и почему именно в Барнауле цены на квартиры растут как на дрожжах. Смотрите в материале Елены Макаренко. Индустриальный район, новостройки. Глядя на то, сколько их и не подумаешь, что квартиру купить сейчас в новом доме будет проблематично даже на этапе котлована. Вот если вы сейчас решите приобрести себе студию или однокомнатную квартиру, вы сделаете это с большим трудом. А через месяц, когда подойдет к плотному окончанию льготной ипотеки, скорее всего, ни одной однокомнатной квартиры в Барнауле не найдете на стадии строительства. А все потому, что спрос в разы превышает предложения. В Барнауле, к примеру, жилья сегодня строится в пять раз меньше, чем 10 лет назад, говорят эксперты рынка недвижимости. На фоне дефицита жилья квадратный метр становится золотым. И даже отмена льготной семейной ипотеки, призванный рынок охладить, темпы роста цен особо не затормозит, убеждены специалисты. Цены на жилье не упадут. Мы встречаем такую тенденцию, что к нам клиенты приходят и говорят, мы ждем сейчас отменять льготную ипотеку, цены упадут. Нет, они не упадут. Мы наблюдаем, что на вторичном рынке, что на новостройках есть небольшой рост, даже вот за 2024 год. По итогам трех месяцев 2024 года мы видим, что Барнаул вошел в тройку лидеров городов по росту цен на рынке недвижимости. То есть, представляете, цены больше всего растут в Сочи, в набережных Челнах и в Барнауле. Средняя стоимость квадратного метра в Барнауле догнала уже Новосибирск. И сегодня каждая десятая сделка жителями края – покупка недвижимости в столице Сибири. Кто-то покупает его для сдачи в аренду. Но немало и таких, кто, пользуясь возможностью, переезжает в город-миллионник. Очень много инвесторов уходят в другие регионы. Я считаю, что это основная такая проблема у нас. Нет явного большого интереса со стороны застройщиков. То есть, у нас практически уходит квартальная застройка. И уж тем более мы не видим комплексного развития территории. То, что есть в соседних регионах, в том же Новосибирске, в той же Кемеровской области. Там подходят комплексно и застраивают именно большие массивы. У нас сегодня в основном идет точечная застройка и практически, как уже сказал, нет квартальной. Чтобы по темпам роста цен Барнаул в будущем не сравнялся уже с Дубаем, эксперты призывают власти города и края всячески поддерживать местных застройщиков и подключаться к программам по развитию комплексного развития регионов, как это уже сделали многие субъекты Сибири. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком. Здание ЦУМа в центре Барнаула все же снесут. Причем, вероятно, уже летом. Это подтвердил и собственник здания, бизнесмен Евгений Ракшин. На месте магазина появится новый объект, проект которого находится на стадии разработки. Что по поводу сноса символа эпохи? А ЦУМ появился в городе в 64-м году прошлого века, думают в Барнаульце, выясняла наша съемочная группа. Я читала новости, что его хотят сделать под бизнес-центр какой-то. Как относитесь к этому? Вообще не очень. Мне кажется, бизнес-центров слишком уже много, а ЦУМа такой простенький, торговый центр, который в принципе менять не надо. Он под людей, его сделают более, ну, так, официально. Тем более мы ходим сюда за едой. Как относитесь? Отрицательно. Потому что мы привыкли к этому зданию. Оно уже родное. Достояние, наверное, какое-то народное, что ли. На такой момент, смотря что здесь планируют развести. Если будет усовершенствовано какое-то здание и будет красивее, почему бы и нет. То есть функционал, по идее, останется один и тот же. Люди все равно уже будут приходить, как-то смотреть, что-то покупать. А если просто бизнес-центр, я думаю, это не очень нас требуем. Для туристов, для населения не очень. Во времена студенчества здесь торговали невероятно вкусными беляшами. Вы не поверите, рыбные были по 10 копеек, а которые с мясом, те были по 15, по-моему. И мы на перемене из универа прибегали и здесь их кушали. Вот запах откуда-то идет, беляши, советские беляши. Ну под что его отдадут? Под очередной такой же точно торговый центр. Поэтому не знаю. Хотя я предполагаю, сколько здесь земля может стоить в центре города. А если что-то очень-очень клевое построят, что-то очень нужное городу, тогда да. Жаль очень было бы. Но это как бы часть жизни. Я не знаю просто, как это впишется в архитектуру, высотка сюда. Потому что все такие здания маленькие. Ну, может быть, можно было как-то его просто и отремонтировать. В Барнауле сначала частично, а потом и полностью перекроют для движения транспорта участок улицы Молодежной. Когда конкретно это произойдет и почему возникла такая необходимость? Смотрите в нашем сюжете. Сегодня в 10 вечера в Барнауле перекроют нечетную сторону улицы Молодежной. От дома номер 28 до проспекта Ленина. На этом участке будут ремонтировать тепловую сеть. Почему мы это делаем? Тепловая сеть у нас в изношенном состоянии. Это сеть 70-го года ввода в эксплуатацию. Последний раз ремонт выполнялся на ней более 25 лет тому назад. И на этом участке у нас уже на сегодняшний день, за последние несколько лет, произошло 12 повреждений. Рабочие заменят 350 метров трубы диаметром 50 сантиметров. Энергетики просят отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным с ограничениями в движении транспорта. Если эта сеть у нас выйдет из строя в отопительный сезон, то порядка 8 тысяч жителей города Барнаула попадут под отключение. То есть будет перерыв теплоснабжения. Это во-первых. Во-вторых, очень трудно будет устранить, потому что сеть находится под проезжей части. Перекладывать трубы на проезжей части улицы Молодежной будут до 10 июня. На период проведения работ будет изменена схема движения автобуса 33Р. Его маршрут вместо Молодежной будет проходить через проспект строителей. Данил Кузнецов, День с толком. Сезон активности клещей достиг пика. Число пострадавших от членистоногих этой весной по сравнению с прошлым годом увеличилось в регионе примерно на 15%. Лишь за прошедшую неделю более тысячи жителей Алтайского края обратились в медучреждения с жалобами на присасывание. Когда активность кровососущих пойдет на спад и где уже можно гулять безопасно, расскажет мой коллега Данил Кузнецов. Почти 2400 случаев присасывания клещей. Согласно данным регионального Роспотребнадзора цифры этого года действительно выше, чем прошлого. В 2023 число укушенных было примерно на 15% меньше. Специалисты говорят, клещей действительно стало больше и называют причины роста их численности. Нарастание должно быть несколько больше, чем в прошлом году, потому что клещи имеют цикличный образ жизни, то есть 4-5 лет. То есть это рост, падение, рост, падение. На данный момент мы находимся в росте. Среди заболеваний от укуса одно из самых распространенных – сибирский клещевой ТИФ. Роспотребнадзора ежегодно фиксирует около 400 случаев. А вот число заражений клещевым энцефалитом в последнее время уменьшилось из-за наработанной практики приема иммуноглобулина. Эксодовый клещевой боррелиоз передается примерно от каждого пятого кровососа. Эксодовый клещевой боррелиоз до некоторых пор был 10-12 случаев. Сейчас идет рост в связи с тем, что вот в клещах размножается больше этого возбудителя, он становится более зараженным, люди страдают и не своевременно пролечиваются. Эксперты по-прежнему рекомендуют после прогулок по лесу и не только осматривать и себя, и животных. Клещи по-прежнему активны, и это продолжится весь летний период и в начале осени. Но проблему частично решают. В Алтайском крае обработано уже свыше 70% зеленых зон. В это число входят парки, скверы, санатории, базы отдыха и туристические комплексы. Детские сады и пришкольные лагеря планируют обеззаразить до конца мая. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Работы по расширению Чуйского тракта с двух до четырех полос в Алтайском крае идут с опережением графика. До конца года в эксплуатацию ведут 17 километров дорожного полотна. Посмотреть дорожно-строительную кухню изнутри удалось студентам технического вуза дорожных специальностей. Для них организовали профориентационный тур. Где побывали студенты? На каком этапе строительства дорожного полотна и когда можно будет проехать по новенькому покрытию, узнавала наша съемочная группа. Ниже под весами расположен смеситель двухвальный. Туда ссыпаются инертные материалы, мелкий заполнитель и битум сливается. Так студентов технического вуза будущих дорожников знакомят с процессом производства асфальтобетонных смесей и битумным хозяйством. На одном из барнаульских заводов ребятам провели ознакомительную экскурсию. Показали испытательную лабораторию и оборудование. Дальше непосредственно в поле. Здесь погрешности 20, можно выше чуть поднять 21. Есть допуск? Да, там допуск до 5 промилей плюс-минус. А так ведут дорожно-строительные работы по расширению дороги до 4 полос на Чуйском тракте. Капитальный ремонт идет в Косихинском районе на трех участках федеральной автодороги. Общая протяженность которых 24 километра. Если говорить о конкретно этом участке, это у нас участок 200 километров, 234-243. Протяженность участка 8,6 километров. Будет выполнено две транспортные развязки в одном уровне, так называемые отнесенные левые повороты, которые обеспечат возможность разворота. И в том числе не будет препятствовать никак транзитному транспортному движению, которое займет основные полосы. Готовность объекта уже больше 60%. Дорогу восстанавливают по современным стандартам безопасности, чтобы она выдерживала большие нагрузки. Укладка асфальтобетона, оснований, монтаж труб, искусственных сооружений. Работы на самом деле очень много, все перечислять не буду. В данный момент мы присутствуем на укладке асфальтобетона подметия. Другие объекты также находятся в высокой степени готовности. Между тем студенты оценили информативность экскурсии. Мне очень нравится, потому что я учусь на строительно-технологическом факультете и, соответственно, на строительство автомобильных дорог. И хочу продолжать этим заниматься в дальнейшем, поэтому мне очень нравится. На вопросы, которые задаем, отвечают максимально подробно, понятно. Наконец-то выбыла такая возможность посмотреть на практике то, что мы учим на теории. Ежегодно по Чуйскому тракту проезжают сотни тысяч автомобилей. И главная цель работ, конечно, повышение пропускной способности и безопасности дорожного движения. По плану, два участка дороги должны закончить к ноябрю 2024 года и еще один в 26-м. Однако подрядчик планирует завершить работы раньше срока. Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком. 16 претензий направят перевозчикам Барнаула за нарушения разного рода. Таковы итоги рейда проверки общественного транспорта. Его провел Комитет по дорожному хозяйству совместно с Госавтоинспекцией, Автодорожным надзором и депутатами. Какие маршруты проверяли и насколько серьезные выявили нарушения, смотрите в нашем сюжете. В Краевой столице проводят рейд по проверке общественного транспорта. Автобусы смотрят на предмет соблюдения санитарно-технических требований и наличие документации у водителей. Под проверку попали маршруты номер 1, 20, 27, 60 и 118. Проверено более 10 автобусов. Есть замечания, как и по санитарному состоянию, некоторые замечания по документации. Все будет передано перевозчикам в претензионной форме с требованием устранить. Кроме того, отдельно будет проведен анализ срывов расписания. Это делается вообще на еженедельной основе комитетом. И также будет проведена с перевозчиками претензионная работа. Всего по итогам рейда в адрес перевозчиков направили 16 претензий. Однако грубых нарушений, которые бы запрещали эксплуатацию транспорта, не выявили. Есть у нас, так скажем, еще перевозчики, которые выпускают на линию с нарушением проведения контроля технического состояния транспортного средства. А именно, вот 118 маршрут был выпущен на линию с датой просроченной и с незаряженным огнетушителем. Ну, встречаются, конечно, нарушения и другие по экипировке. Но в целом карта маршрута имеется, путевой лист оформлен. То есть все соответствует требованиям. Всего в городе работает 79 маршрутов общественного транспорта. Из них 11 электротранспорта и 68 автобусных. Причем подвижной состав постоянно обновляется. Мы сегодня находимся на фоне нового автобуса, который уже две недели как обслуживает первый маршрут. Естественно, здесь никаких нареканий нет, замечаний. И можно только радоваться. Добавим, рейды по проверке общественного транспорта продолжатся и будут проходить регулярно. Юлия Щепина, День с толком. Жители города бьют тревогу. В парке имени Ленина начались все работы по вырубке деревьев. Начался один из этапов реконструкции территории. И все бы ничего, ведь парк стремится к преображению. Но какой ценой? Продолжим в сюжете. В парке Ленина они могут гулять часами. Тати и ее собака. Зеленые просторы вместо каменных джунглей двора – радость для любого хвостатого. Здесь же гуляют и десятки других собаководов. Только в собачий оазис вмешалась вырубка. Тати забила тревогу. По ее словам, уже почти полсотни деревьев уничтожены. Напомним, ранее парк выбрали для благоустройства по нацпроекту. За него проголосовали 11 тысяч человек. Но что теперь от этого белкам и птицам? Конечно, беспокойство, что детки и вот сами животные вот этих деток, они могут быть убиты. Барнаульские биологи говорят, что в этом парке живет порядка 20 видов птиц, а еще множество белок, ежей и других животных, которые не видны человеческому глазу. И если вырубка деревьев так необходима, то, по словам экспертов, время выбрано крайне неудачное. Большое количество гнезд может быть разрушено. Конечно, с точки зрения эстетики нужно было удалить старые деревья, слишком много клёнов, поросль. Но вот выбранный момент, наверное, с точки зрения биологии, он вообще неудачный. Весна – это время, когда к нам прилетает огромное количество перелетных птиц. А для чего они прилетают к нам через многие тысячи километров? Для того, чтобы продолжить свой род. И, соответственно, это период гнездования. И когда идет массовая вырубка деревьев, многих птиц даже мы не видим. Мы можем только их слышать. При этом местные уверены, реконструкция парку нужна. Насколько я посмотрела его план, на сайте очень много всего именно для людей. Там какие-то площадки, инсталляции, объекты, арт, еще что-то. Как я вижу, дорожки, может быть, выложить, лавочки, мусорки поставить, чтобы здесь убирали, ходили. Чтобы максимально сохранили вот эту природу. Мы связались с разработчиком предварительного эскиза проекта территории. По его словам, парк будет придерживаться природной концепции. Без аттракционов и капитальных строений. Глобальная вырубка не предполагается. В основном она затронет аварийные деревья. В парк изначально заложена была концепция, что он природный, многообразие деревьев. И в проекте было предусмотрено зонирование озеленения. Хвойные, смешанные, лиственные. То есть и в каждой зоне есть и свой зеленый лук, и насыщение такое скромное малыми архитектурными формами и объектами для досуга. Поэтому я думаю, что если ничего не поменяется, то парк намного преобразится. Может, даже будет лучше, чем был когда-либо. Артем Малыгин заверяет, в новом парке найдется площадка для выгула собак. Проектом предусмотрено достаточное количество объектов для выгула собак. Там их две. Это по северной, по западной и восточной части от Невского и от Ленинградской, где в основном граничат с жилыми массивами территории, площадки для выгула и дрессировки собак. Насколько пострадает флора и фауна парка, самые первые шаги ремонта уже показали. Все работы в парке будут проходить под пристальным вниманием общественников. Считаем того, что парк находится между двух оживленных дорог, такой участок жизни, конечно, хочется сохранить его. Инвалиды, дети с ОВЗ и другие школьники будут отдыхать в одном отряде. Такое поручение получили детские лагеря Алтайского края накануне нового сезона. Кстати, принять ребят в этом году готовы 900 учреждений. О том, какие смены будут и какое количество средств власти готовы компенсировать за отдых, расскажет Данил Кузнецов. Популярность детского отдыха в лагерях Алтайского края растет, отметили на заседании правительства региона. Уже выкуплено свыше 14 тысяч путевок. Это на 35% больше по сравнению с этой же датой прошлого года. Еще более 25 тысяч забронированы. Контролировать детей будут более 2 тысяч вожатых. В целях обеспечения кадрового ресурса каждой организации мы учили замечания в 23-го года, где были проблемы с вожатыми. И в этом году наш Алтайский государственный педагогический университет будет обучать в школе подготовки вожатых 470 человек. В прошлом году их 130 только мы там получили. Почти в сталагерях будут организованы тематические смены. Притом некоторые при содействии государственных органов. Например, где-то во время отдыха будут знакомить детей с деятельностью пожарных, полицейских и даже прокуроров. Впервые в крае пройдет всероссийская военно-историческая смена «Страна героев». В течение 14 дней будет реализована дополнительная общеразвивающая программа, содержащая модули военной истории России, социальное проектирование. Такие курсы, как тематические направления защитники, хранители истории, медиапобеды, волонтеры победы. Улучшился и инклюзивный отдых. В следующем году каждый регион получит лагерные квоты на детей с ОВЗ и инвалидностью. Поэтому в Алтайском крае проводится своеобразная проба пера. На поручение лагерям брать на все смены по несколько человек репетишек с ОВЗ, потому что СОВЗ это не несет такой серьезной нагрузки, но можно попробовать привыкнуть к этому состоянию, нахождение репетишек с ОВЗ и инвалидов в обычных отрядах. Поддержку оказывают и родителям обычных школьников. С этого года увеличили компенсации за путевки практически до 13,5 тысяч рублей. А для многодетных семей, начиная с третьего и последующего ребенка, путевки и вовсе бесплатные. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Ну а через несколько секунд узнаем, какой будет погода. До встречи в эфире и хороших вам выходных! Субтитры сделал DimaTorzok